Друзья, продолжаем ближе знакомиться с футболистами Руха. И сейчас речь пойдет про коренного брещанина. Виталий Гайдучик в нынешнем составе является третьим капитаном, а еще самым титулованным игроком. Хотя об этом вы, скорее всего, и сами догадывались. Дальше о менее известных фактах из карьеры нашего столпа обороны. Дебют Виталия Гайдучика во взрослом футболе пришелся на осень 2007 года. Символично, что он появился на поле в выездном матче Брестского-Динамо против Бате. Следующий сезон 18-летний воспитанник начал уже в основе и отыграл от звонка до звонка почти все матчи. А в 22 года и вовсе стал капитаном Белосиних. В таком молодом возрасте повязку в клубе не доверяли никому. Логично, что брестский талант тогда заметили и в молодежной сборной. Виталий даже выиграл бронзу молодежного евро в Дании. Дело было в 2011 году. А спустя год Гайдучика взяли и на Олимпиаду в Лондон. Правда, за игрой своих партнеров против Халка, Неймара, Салаха и Марсела наш защитник наблюдал только со скамейки запасных. И все же самая яркая часть карьеры Виталия Гайдучика прошла в Бате. Судите сами. 84 матча, в том числе несколько на групповой стадии Лиги чемпионов. Против Барселоны, Донецкого Шахтера и Порту, а также 5 титулов чемпиона Беларуси за 5 сезонов. Вот такой завидный улов. А в конце Борисовского периода была еще и короткая командировка в греческую Суперлигу. Почти все из своих 11 трофеев Виталий Гайдучик завоевал, выступая за Борисовский Батей. Только один стоит особняком – победа в чемпионате Литвы два года назад. В составе Судовы Брещанин провел целый сезон и, кстати, едва не попал в групповой этап Лиги Европы. Чемпионом Литвы не по зубам оказался последний барьер в виде шотландского Селтика. Да, Виталий Гайдучик не самый результативный защитник. За 13 лет профессиональной карьеры всего три гола, как и полагается после стандартов. Два в сентябре 16-го за Батэ с передач Алексея Риуса и еще один в футболке Торпедо Белас. Кстати, ворота соперника в том матче защищал наш Роман Степанов. Из радостей этого сезона голевая передача перед важным голом Колпачука Городея. Но главная заслуга защитника – это все же не забитые, а пропущенные голы. А по ним Рух после 13 туров делит второе место в чемпионате.